Продолжим тему с нашей гостьей, директором православного центра Тихвинской иконы Божьей Матери, Людмилой Саратовцевой. Здравствуйте, Людмила Георгиевна. Здравствуйте. Я знаю, что в прошлом году вы как раз принимали участие в премии «Мы рядом», бывшей премии «Наше Подмосковье». Скажите, каковы результаты этого участия? Ну, нас высоко оценили. Мы получили самую высокую награду – миллион рублей. А что за проект вы представляли? Мы представляли проект по нашему центру. Именно то, как мы работаем, что мы делаем. Вот таким образом. Ну, тогда расскажите, как вы работаете, что вы делаете, для кого работаете, как давно? Мы работаем с августа 2015 года. Этот центр создан на базе детского санатория, бывшего детского санатория. Учредителем является настоятель храма Святой Троицы Дмитрий Шпанько. И благодаря ему 15 лет реконструировалось это здание. И вот в августе 2015 года мы открылись. За 5 с небольшим лет получилось, что прошло около более 100 семей. А что значит 100 семей? Это мамочки с одним ребенком, с двумя, с пятью детьми были такие, которым мы оказали помощь. Помощь осуществлялась в том, что мы давали им кров, мы давали им еду, одежду, помогали им социализироваться. Это значит, что мы помогали им или найти родственников, или устроиться на работу, или вместе съехаться и снять жилплощадь. Вот таким образом детей устраивали в школу, в детские сады. Я хочу уточнить, наверное, для тех зрителей, кто совсем не в курсе вашей деятельности, что это все помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В сложной жизненной ситуации, да. Вот именно вот таких женщин мы принимаем. У них разные судьбы. Они все требуют помощи. Вот таким образом. Были какие-то, скажем так, какие-то неудачные моменты в вашей деятельности, когда человеку никак нельзя было помочь? Ну, вы знаете, есть такая категория женщин, которые ходят из приюта в приют. И им помочь, в общем-то, получается невозможно. Но мы работаем ради того, что даже одно какое-то. Вот у меня была одна подопечная, которая пришла к нам. Она родила у нас ребенка. Родила. Мы ей дали, помогли ей получить работу. Не работу, а обучили ее маникюрному делу. Она обучилась у нас, уехала к себе на родину. Работала там, пока ребеночек был маленький, маникюршей. Потом стала нянечкой в детском саду, воспитателем. И вот год назад она мне позвонила и сказала, что она заведующая детского сада. Ради этого стоит жить. Это, конечно, здорово. Если не секрет, вот этот миллион, который получили в прошлом году, на что потратили? Вы знаете, я бы не сказала, что на что-то такое. Это наша повседневная деятельность. Это продукты, это вещи, это памперсы. Это проезд на транспорте, это помощь женщинам, которым нужно уехать. Это дорога и все такое прочее. Я знаю, что вы мне поделились, что получили грант президента Российской Федерации. Что это за грант? Расскажите о нем. Это удивительное дело. Мы подали заявку на грант. У меня как-то были сомнения о том, что мы выиграем. И вот 11 числа мне пришло на почту, что вы явились победителем гранта. Конечно, это накладывает огромное обязательство. Но я надеюсь, что мы справимся с этим. И в рамках этого гранта мы должны будем открыть психологический кабинет. Кабинет психологической помощи, логопедической помощи. Это очень важно для нас, потому что у нас детки. А психологи тоже очень нужны. Вот грант на это пойдет у меня. Насколько я знаю, что у вас не закончилась история из премии «Мы рядом». Так, летом. Я собираюсь подать заявку на сегодняшнюю премию «Мы рядом» ради перемен. Потому что мы не бюджетная организация. У нас нет никаких средств. И благодаря вот таким конкурсам мы можем жить. Ну, нам остается только пожелать удачи вам. Пожелать удачи всем женщинам, всем людям, которые обратятся к вам за помощью. И чтобы у вас были действительно средства для того, чтобы им помогать. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Можно я скажу, поблагодарю именно всех наших друзей-спонсоров, которые нам помогают. Без помощи людей мы бы не смогли существовать. А люди – это самое главное. Они настолько красиво, легко отзываются на помощь, что это очень радует. Ну, и также хочется сказать, дай Бог здоровья этим людям, особенно в наши непростые времена. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была директор православного центра Тихвинской иконы Божьей Матери Людмила Саратовцева. К другим новостям. Спасибо.